Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать. Сегодня у нас в северной столице такая дождливая погода, которая должна способствовать плодотворной работе. Я бы хотел начать с того, что, наверное, Санкт-Петербург – это традиционно такая достаточно сильная школа в области биологии, медицины, генетики. И очень важно, что вопросы, которые мы сегодня здесь будем обсуждать, поднимаются именно в Санкт-Петербурге. Я хотел бы начать с того, что мир меняется. Начиная с 1953 года, мы видим, что в области медицины, в области медицинской генетики, произошел серьезный ряд изменений в области биологии, связанных с открытием природы наследственности, с открытием ДНК. И на сегодняшний день сделано уже много больших достижений в этом направлении. Есть большой объем накопленных знаний в области медицины, появляется понимание все больше и больше того, как те или иные заболевания связаны с наследственным характером, с наследственным компонентом. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день уже порядка 6 тысяч заболеваний, которые трактуются как наследственные заболевания. При этом происходят определенные изменения в понимании природы многих других заболеваний. И ВОЗ на сегодняшний день вводят какие-то новые формулировки в связи с тем, что есть ненаследственные заболевания. И практически 90-90% заболеваний несут тот или иной наследственный компонент. Эти новые знания очень сильно связаны с появлением новых диагностических возможностей, новых методов диагностики. И сегодня эти методы делаются все более и более доступными. Появляется большое количество методик, которые сегодня могут достаточно дешево с точки зрения себестоимости определять и идентифицировать мутацию в одном гене. Появляются панели, которые за относительно уже доступные с точки зрения экономики и здравоохранения средства, дают возможность получить информацию о десятках, сотнях и тысячах генов. Все это приводит дополнительно к изменению в третьем направлении, а также новые диагностические методы приводят изменения в этом направлении. Это в лечениях. Появляются новые методы лечения, новые методики и технологии лечения. В разработке на сегодняшний день находится порядка полутора тысяч различных клинических исследований, направленных на регистрацию конкретных генно-терапевтических препаратов. Я бы хотел сказать, что все эти возможности, они, с другой стороны, приносят и несут определенные вызовы. Если говорить, например, о понимании природы заболевания, о знании природы и генетики заболевания, то на сегодняшний день есть такая достаточно важная и тревожащая статистика, связанная с тем, что ежегодно, например, в России, по данным специалистов, рождается порядка 30 тысяч детей, которые, собственно говоря, имеют наследственно детерминированные заболевания, которые существенно влияют на продолжительность жизни, на качество жизни, существенно влияют на инвалидизацию в последующем. И вот это большое количество заболеваний, так сказать, верхушка айсберга на самом деле, большое количество пациентов. И генетики на сегодняшний день, вот на одной из последних конференций, специалисты в области генетики не могли определиться, а сколько у нас врачей медицинских генетиков в стране. И они спорили между двумя цифрами. Кто-то говорил 250, кто-то говорил 400, но на самом деле обе эти цифры, они несопоставимо малы по сравнению с тем, что в сегодняшней медицине, наверное, медицинская генетика – это одно из главных направлений, которое дает новые знания, которое может являться источником новых подходов в лечении заболеваний. Я бы хотел сказать, что именно для этих целей создаются медико-генетические службы, именно для этих целей в стране создаются государством. Именно для этих целей, например, был создан медико-генетический центр генетика, который содержит лабораторию и открывает медико-генетические кабинеты по всей стране, медико-генетические центры. И здесь основной фокус, о котором беспокоятся и переживают специалисты, что даже те 250-400 генетиков, которые сегодня работают и несут эти новые знания здравоохранения врачам, пациентам и сообществам, они процентов на 70 сфокусированы на верификации диагноза, на постановке диагноза, они сфокусированы на проблемах, связанных с уже возникшими заболеваниями, что чрезвычайно важно, с одной стороны. С другой стороны, вся идеология медицинской генетики, которая строилась и создавалась еще и в 90-е годы, она была построена в первую очередь на профилактике, на предупреждении и профилактике заболеваемости. Здесь, конечно, уже ряд достижений есть. Эти достижения связаны с внедрением скринингов, на натального скрининга, при натального скрининга и различных его этапах. Однако поле, мягко говоря, скажем, такое невозделанное, и здесь все возможности основные, они в будущем и впереди. Я бы хотел сказать, что диагностический компонент вызывает другие, ну, дает тоже определенные возможности, но и вызывает тоже новые вызовы. Хотел бы привести пример, что вопрос, связанный с расшифровкой генома, ну, то есть с полногеномным, так называемым, секвенированием, он решался порядка 10 лет, и стоимость этой программы была равна, там, астрономическим суммам, и первый геном был расшифрован за сумму, равную 3 миллиардов. Сегодня же на рынке появляется, и в практическом здравоохранении появляются возможности значительно более доступные. И в лаборатории генетика расшифровку, полногеномную расшифровку можно сделать за стоимость 200 тысяч рублей, да, то есть это значительно более доступная сумма, и в мире есть аналоги, когда эти суммы вот сопоставимы с этой. Что означает для пациента, для врача, для здравоохранения эти новые возможности? Они означают, да, ну, помимо расшифровки генома, существует много других технологических подходов, которые стали значительно более доступными. Эти технологические подходы и диагностики, сегодня коллеги будут рассказывать об этих методах, и они превратились из каких-то вот уникальных разовых кейсов, достаточно доступные технологии, достаточно доступные методики, которые осуществляются практически организациями, и в том числе в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах России. Все это хорошо, но это ставит другие вопросы, когда и как, в каком объеме применять эти компоненты. Врачу, например, вот полногеномный скрининг или расшифровка, полногеномное секвенирование, или расшифровка большого количества генов дает возможность более точного поиска генетических причин заболеваний. Этот более точный поиск выявляет новые точки, новые мутации, которые можно вносить в панели, которые еще более доступны и которые дают некоторые скрининговые элементы. Но все это вызывает вопросы, а куда применять этот скрининг, то есть какие группы пациентов необходимо обследовать, чтобы эти процессы были более эффективны, чтобы они были более целесообразны. Хотел бы также сказать, что появляются новые методы лечения наследственных заболеваний. Наверное, это один из самых актуальных вопросов. И несмотря на то, что многие наследственные заболевания называются редкими заболеваниями, орфанными заболеваниями, наверное, сегодня 90% новых методик, технологий и препаратов, которые появляются в медицине, они выходят, разрабатываются именно на этапе решения проблем орфанных заболеваний, поскольку ученые и исследователи пробуют и вникают более глубоко в молекулярно-генетические причины заболевания, в саму природу заболеваний и пробуют найти решение этих заболеваний, решение для лечения и для терапии этих заболеваний, которые приносят массу дополнительных добавочных эффектов. Я бы хотел сказать, что сегодня уже есть в медицине ряд препаратов, ряд методик и технологий для лечения наследственных заболеваний, как, например, связанных с генной терапией, с модификацией клеток. Это относится к большому количеству заболеваний наследственной природы, связанных с кроветворением, с иммунной системой. И клинические исследования, они подходят, они уже достаточно на продвинутых этапах, на вторых, третьих фазах. И примеры терапии здесь связаны с лечением таких заболеваний, как наследственные анемии, иммунодефициты, наследственные различные анемии, типа анемия фанкония и другие. Но стоимость этих заболеваний, стоимость этой терапии, она достаточно высока. То есть позитивно, что это появляется. Стоимость высока, и она ставит перед здравоохранением, перед обществом новые вопросы. Новые вопросы, откуда взять средства и как решить экономические проблемы, связанные с финансированием терапии этих заболеваний. Здесь на самом деле терапия этих заболеваний и высокая ее стоимость обусловлена целым рядом причин, связанным с самим характером орфанных заболеваний, связанным с высокой стоимостью и длительностью разработки препаратов. Я хотел бы привести только пример из общемировых примеров. Например, стоимость лечения наследственных заболеваний, связанных с трансплантацией костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, полученных из крови или пуповенной крови, и с генетической трансформацией. В Соединенных Штатах стоимость лечения и терапии равняется суммам порядка 1 миллиона долларов. С другой стороны, есть генотерапевтические препараты. И в мире уже около пяти генотерапевтических препаратов. Один из них разработан в России, разработан нашей компанией. И, собственно говоря, один из последних генотерапевтических препаратов, Глибера, для лечения дефицита липопротеин-липазы, имеет очень высокую стоимость. Он стоит, терапия им стоит для здравоохранения порядка полутора миллионов долларов. И он был внедрен в здравоохранение Англии. И здесь вопрос, а почему так стоит дорого этот препарат? Дело в том, что этот препарат разрабатывался порядка 15 лет, разрабатывался и все производство будет работать только на 50 пациентов, которые существуют в Англии, где этот препарат зарегистрирован. Естественно, экономика здесь работает несколько по-другому. Тогда возникает вопрос, для здравоохранения, с одной стороны, и для общества обязательно нужно будет решать проблемы с финансированием терапии этих заболеваний. С другой стороны, наверное, поскольку так устроена экономика, так устроено в обществе, если есть средство, которое может помочь части граждан, оно должно быть профинансировано. С другой стороны, перед здравоохранением и перед администрациями станет вопрос, есть ли какие-то возможности сократить эти расходы. И одна из самых основных возможностей сокращения этих расходов – это профилактика. Это профилактика, это идея преконсепционного скрининга, это идеи, связанные с ранним выявлением заболевания, когда на ранних этапах мы можем начать терапию, она будет значительно более эффективна. И это идея преконсепционного скрининга, когда можно бороться не с возникшим заболеванием, не с причинами заболевания, а самим фактом возникновения заболевания на более ранних этапах еще до зачатия. Используя такие технологии, как предампуляционная генетическая диагностика, используя такие технологии, как экстракорпоральное оплодотворение, и сегодня здесь коллеги покажут уникальный кейс, который был сделан в Санкт-Петербурге с участием Бориса Афанасьевой и клиники Раисы Горбачевой, с участием питерского центра ЭКО и с участием специалистов медико-генетического центра генетика. Я бы хотел сказать, что все эти возможности вызывают массу других вопросов в области науки, в области разработок, в области этики и экономики. И, безусловно, их нужно обсуждать для того, чтобы более четко понять, какие должны быть шаги, какие должны быть решения с точки зрения медицины, врача, с точки зрения здравоохранения, с точки зрения пациентских организаций и с точки зрения администрации и власти. Хотел бы сказать, что название этой конференции – генетическое тестирование, социальная ответственность. Но здесь, наверное, социальная ответственность в целом общества, поскольку эти вопросы уже сегодня возникают, и все их нужно разбирать, обсуждать. Я хотел бы поблагодарить сегодня всех собравшихся, пожелать плодотворно провести сегодня время, получить знания, внести свою лепту в обсуждение всех этих вопросов. Хотел бы отдельно поблагодарить руководителей Ассоциации генетика за то внимание и за те усилия, которые они уделяют этому реально важному для здравоохранения, для пациентов и для людей направлению. Конкретно хотел бы поблагодарить Светлану Игоревну Каримову, Альбину Макаеву и других коллег, которые организовывали, а также коллег из медико-генетического центра генетика, и пожелать всем плодотворно поработать. Спасибо, коллеги.